привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег сегодня будет опять у нас продолжение тем зона комфорта также мы затронем тему таргета то есть цели направленности мишени и что общего в зоне комфорта как мы можем влиять на собак пищевиков и на собак которые заинтересованы и мотивированы именно на обучающую то есть на игровую тренировку и так зона комфорта мы вот с вами уже разобрали тему значит как работать с пищевиками ту и зоовитальные мотивации и разобрали тему с игровиками то есть как посредством игрушки как посредством корма мы можем с вами выстрелить зону комфорта возле себя но вот что общее для них также мы можем влиять на зону комфорта возле себя повторюсь просто повторюсь то что когда большинство владельцев собак выходят на улицу и начинают они собираться в какие-то кучи команды и устраивать зону комфорта которую по идее должна выстраиваться возле себя собаками то есть допускает в общий выгул собак ну может быть вы до убиваете еще одного зайца вы стоите на месте общаетесь значит друг с дружкой там ваша собака в это время как бы чисто физически она утомляется достаточно быстро и достаточно короче хорошо посредством того что они начинают другие собаки друг с дружкой бегать ну тогда какой зоне комфорта собственно говоря мы можем с вами говорить который должна находиться возле вас собака получает этот комфорт при общении с другими собаками я честно говоря вообще не рекомендую вот такие общие выгулы я не признаю эти общие выгулы даже чисто по одной простой причине что это небезобранно небезопасно в санитарных даже нормах потому что где какие плохи где какие интерриты где какие чумки и так далее вы об этом не знаете мне очень нравится за групповые занятия именно собаками я не приемлю дрессировку в группе но как именно обучение собаки при других собаках именно работе с хозяином это да это большой плюс то есть все игры которые собака получает с другими собаками она должна получать именно с вами все лакомства которые собака может найти на улице она должна получать от своего владельца от своего хозяина вот что хорошо вот смотрите давайте разберем с вами групповое занятие то есть вы приходите на общую тренировку именно тренер который проводит с вами вот эти дрессировочные мероприятия какие-то он должного уровня его должного внимания но не может он уделить группе там из 15 10 собак даже потому что ну каждого заметить где чего и как где какая собака себя как ведет может быть и вообще сейчас но удалить надо из группы потому что как бы там ну что-то идет неадекватно и там но в плане стресса например да что собаки нужно одной находиться в плане индивидуального подхода каждой собаки это не очень хорошо поэтому именно для обучения каких-то команд это лучше чем индивидуальные занятия собака нет но чем хороши вот эти групповые занятия групповые занятия хороши тем что собака при других собаках учится работать со своим хозяином то есть здесь вы то есть находятся другие собаки до которые тоже занимаются собака воспринимает их как раздражитель но в то же время учится работать при этих раздражителях вот в этом плане скажем так групповые тренировки они хороши но в плане обучения собаки именно каким-то навыкам командам каким-то я считаю что если вы не владеете опытом обучения собаки а занимается именно тот человек который собрал вас группу взял деньги за это то он не сможет уделить должного внимания именно вашему животному но в плане как работе при других собаках лучше групповых занятий нет ну думаю о таргет тренировки о цели мишенях мы поговорим вам с вами в следующем ролике с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег заслужите доверие заслужите уважение выстраивайте зону комфорта возле себя именно возле себя они с другими собаками и у вас все получится спасибо